Я думаю, что сейчас проблема особая. Мы находимся во времени, я об этом думал, когда все магазины заполнены книгами. Сейчас не пишут только ленивые, как говорится. И, в частности, бесконечное количество слов о вере, о церкви, о духовности, о покаянии, о грехе, о спасении. Я думаю, что переизбыток даже этих текстов пишут люди образованные, необразованные, грамотные, духовные. Я думаю, что многие люди устали от этих слов. Их, наверное, должно было быть уже поменьше. Но, извините, вот такая мысль. Какая должна быть книга, и как должны быть написаны книги, и какие должны быть слова, для меня однозначный ответ. Он сформулирован лучше гораздо владыкой Антонией Блюмом. Эти слова должны быть результатом проживания автором того, что он хочет сказать. А лучше это были бы размышления самого человека над теми проблемами, которые для него являются принципиально важными для жизни, для него самого, для поиска смысла жизни. Эти темы и проблемы должны рождаться его страданиями, его поиском ответов на вопросы, ошибками. Эти тексты и эти слова должны пройти через мучения автором, через попытку услышать в этих размышлениях не свой голос, а голос, извините, Божий. И если эти размышления удаются человеку, тогда, быть может, родятся строки, на которые отзовется читатель. Я убежден, что пора хватит, достаточно учить людей жить. Мне кажется, достаточно учить людей верить. Пора остановиться, потому что людям это... Когда книги рождаются от этого стимула, от этого вектора, то чаще всего они скучные. Чаще всего они не отражают огонь, который они должны нести. Огонь живого Бога, свет живого Бога. Если речь идет, конечно, о книгах, которые пытаются поделиться желанием привлечь человека к вере об этом. Прежде всего эти книги должны быть результатом опыта живого, выстраданного, претерпевшего, опыта, который помог родиться в человеке, личности, достойной во Христе Иисусе, извините. А книги, которые не связаны с верой, с поиском смысла жизни, они должны быть все равно направлены на поиск смысла жизни. Поэзия, проза, история. Вот чем был прекрасен отец Александр, все, что он писал и все, что он говорил, рано или поздно, в конце концов, всегда он вел читателя или слушателя, он вел к этой замечательной цели, к встрече с Богом. Потому что он другого не знал в жизни. Потому что все, с чем он сталкивался, что он читал, что он видел, он всегда в этом видел присутствие Бога или путь к Богу. Я думаю, что такие книги должны быть. Там может не быть ни одного слова о Боге, ни одного слова о вере. Но если там будет пронизана книга снова величием человека, достоинством человека, если эта книга будет о красоте, о любви, о страданиях и о победе над ними, если это будет книга о, понимаете, о разуме, о воле, о человеке, в высшем смысле этого слова, ее будут читать. Почему будут читать? Потому что все люди находятся в жажде, в жажде, но только настоящего слова, со властью, как говорит Писание, то есть со властью любви, со властью красоты, со властью смысла, и человек не дурак. Он потянется к этой книге. А уж что речь идет о книгах, как я говорю, связанных по тематике церкви с верой, религии, я думаю, что там должны быть книги только результатом глубокого опыта. И у отца Александра как раз книги именно такие. Вот почему он покоряет. Спасибо. Продолжение следует...